Псалом 1 Я знаю, верю, что есть время, когда даже не просто это как следствие того, что есть время, а просто настает время в жизни христианина, в жизни Божьих людей, когда сердце сжимается и люди устают, люди охладевают, люди перестают приносить плоды, они вянут. И мы как прообраз дерева, о котором говорит Библия, оно уже не зеленеет, как должно. И я верю в то, что Божий Дух, сила Святого Духа, она способна вновь поднять нас, вновь напитать нас так сильно, чтобы мы как дерево стали плодоносными и листья, они были бы благословением, исцелением для людей, которые вокруг нас. Плоды были бы питанием для людей, которые вокруг нас. И 1 Псалом говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании разратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево посажено при потоках вод, который приносит плод во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Библия говорит то, что человек, который пребывает с ним, человек, который пребывает в его слове, который не разменивается с прелестями или с приятностями греховными этого мира, не разменивается со словом Божиим, с тем, что Бог дал, с тем, что Бог подарил, он будет как дерево. Божьи потоки будут обновлять его изо дня на день, Божьи потоки будут обновлять его жизнь, его сердце, Божьи откровения будут питать его. И это очень важно. Очень важно не быть в собрании разратителей, очень важно, чтобы Божье слово, оно было сокрыто в нашем сердце. Это определенные условия для того, чтобы Божьи потоки, они каждый день обновляли нашу жизнь. Если Божьи потоки не будут обновлять нас, мы завянем. Если Божьи потоки не будут обновлять мою жизнь, мое сердце, я завяну, как дерево, и больше не стану приносить плодов. Я хочу ободрить вас. Это очень важный день и важное время, когда мы будем соприкасаться с Господом. Я вспоминаю свои первые, наверное, разы, когда я принимал причастие, хребопреломление. Это было 11 лет назад. Я когда утром молился, размышлял, я просто вот Бог напомнил это. Я помню состояние, когда я с трепетом брал хлеб, брал вино. И заметил такую вещь, что с годами, когда долгое время в церкви, ты по обыкновению порой делаешь это. Но я верю в то, что Господь ожидает, чтобы мы вот с тем чувством трепета, сокрушения, как первый раз. Рука дрожит, да, взять этот хлеб. Рука дрожит взять это вино, потому что ты понимаешь, что в этом сокрыта сила. Когда проходят года, у тебя ничего не дрожит. Ты спокойно берешь этот хлеб и кушаешь. И ты порой не задумываешься, какая сила сокрыта в этих образах. Какая сила сокрыта в том, что мы делаем. Я буду сегодня говорить на тему «Я оправдан». Я верю в то, что это очень важный вопрос в моей жизни. Это очень важное состояние в моей жизни, когда я оправдан. И никакой грех, никакое рабство греха, оно не имеет надо мной силы и власти. Потому что я оправдан. Я оправдан кровью Иисуса Христа. И я открою место Писания. Это будет Римлянам, 3 глава. Римлянам, 3 глава, с 24 по 25 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилосевления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». То, что я делал раньше в своей жизни. То, что я приступал по велению Божьей в своей жизни. Согрешал перед Ним. Библия говорит то, что теперь есть возможность, есть Божья благодать, которая оправдывает мою жизнь. И Библия говорит, во время долготерпения Божьего к показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправданным, верующего в Иисусе. И 25 стих. «Которого Бог предложил в жертву умилосевления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Когда я прихожу к Нему, когда я призываю Его в свою жизнь, я получаю оправдание даром по благодати Его. Я открою один пример. Это будет Бытие, 20 глава. Я прочитаю с 14 по 16 стих, я не буду читать всю историю. Здесь описано про Авраама и Авимелеха. Когда Авраам сказал, что это сестра моя, Сара, Авимелех взял ее к себе. И Бог явился Ему, сказал то, что не прикасайся к Саре, потому что она жена Авраама. И возврати. Я буду читать с 14 по 16 стих. «И взял Авимелех мелкого и крупного скота». Когда уже Бог явился Ему и сказал, чтобы ты возвратил и не делал ничего, потому что Я накажу тебя за то, что если ты прикоснешься к жене, к Саре. «И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил его Сару, ему Сару, жену его. И сказал Авимелех, вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно. И Саре сказал, вот, я дал брату твоему тысячу сиклей серебра, вот, это тебе покрывало для чей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана». Произошла ситуация, определенная история. Я хочу на этот стих обратить внимание. «И Саре сказал, вот, я дал брату твоему тысячу сиклей серебра, вот, это тебе покрывало для чей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана». Что происходит, когда в нашу жизнь приходит Христос? Что происходит, когда в нашу жизнь приходит Божья благодать? Мы оправданы перед всеми. И это не просто где-то какая-то скрытая, скрытый момент, который происходит в тайной комнате, нет. Перед всеми, перед всем духовным миром. Я хочу, чтобы вы это очень сильно осознали. Перед всем духовным миром, перед всем Божьим творением, ты оправдан. И теперь дьявол не имеет власти над тобой. Грех не имеет власти над тобой. Потому что кровь Сёса Христа стала свидетельством перед всем духовным миром, то, что ты оправдан. Я хочу, чтобы в этом прообразе вы увидели такую сильную истину. Жена Авраама, Авимилех взял её. И знаете, как порой обычно бывает, то, что она побыла в царском дворце, она даже побыла в царском комнате. И, как обычно, мы, люди, наверное, свойственно это разносить сразу сплетни, не зная всей правды, не зная всей картины. Я думаю, если бы не произошла бы эта история, и Авимилех не сказал бы то, что ты оправдана, ты чиста. Перед всеми пошли бы множество всяких историй. Я приведу один пример. Это будет созвучно с осуждением, которое приходит в нашу жизнь. Оправдание осуждения. Когда человек скрывает грех в своём сердце, когда человек не вскрывает его, когда человек не обличает его, наружу не выводит его, приходит осуждение в сердце. Я приведу пример. Я вот молился, мне пришёл пример. Представьте, я думаю, Саша, пастор наш, не обидится. Представьте, вы что-то плохое подумали о пасторе. Бывает, мы люди. Что-то плохое, да, вот. Не так проповедует, не так стоит. Может быть, не так посмотрел. И в сердце закралась вот обида определённая, да, осуждение. И представьте, вот, буквально через два дня или через день, вот как вы это сделали, да, вот в своём сердце, пастор звонит вам и говорит, брат, вот мне нужно побеседовать с тобой. Что происходит в этот момент? Вот задумайтесь. Сразу трепет. Кто-то рассказал, да. Или, ну, вот точно по этой истории он будет разговаривать со мной. Представьте, то, что пастор просто хочет пригласить вас и поощрить, да, вот, поблагодарить вас за то, что вы всегда верны, да, всегда отвлекаетесь на просьбу его. И вот я хочу, чтобы вы прочувствовали эту разницу. Когда человек скрывает грех, определённый в своём сердце, он всегда будет бояться, он всегда будет бояться. Кто-то что-то попросил у него или кто-то призвал его, он всегда будет бояться, что этот грех вскроется, что этот грех, он выйдет наружу. И вот эта вот боясь, она будет определённым осуждением, бременем для его жизни. Когда он будет приходить в очередной раз на служение, когда он будет общаться с братьями, он постоянно будет чувствовать, что взади кто-то преследует, взади его кто-то преследует. И причина вот этого состояния будет то, что он спрятал это в своём сердце, грех спрятал. Но когда он придёт, вот он подумал и придёт к пастырю и скажет, слушай, вот не пободрствовал, подумал что-то плохое о тебе, сердце сразу станет свободным, лёгким. Он сможет свободно поднять к Богу руки и с дерзновением просить у Него, с дерзновением поклоняться Ему, с дерзновением переживать Божье присутствие. И Библия говорит то, что перед всеми ты оправдана. Когда Христос приходит в мою жизнь, когда Он приходит в моё сердце, Он не просто внутри меня делает чистым, делает святым мою жизнь, нет. Вокруг всех, вокруг всего Божьего творения, Он своей кровью говорит то, что ты оправдан. Я хочу сказать то, что мы будем принимать хребопреломление. Хочу сказать ещё такую вещь, что есть определённые грехи, которые тянутся в жизни людей. Определённые бремена, которые тянутся в жизни людей. И очень трудно с этим бременем, очень трудно с повторными грехами, которые христиане делают, прикасаться с дерзновением. Прикасаться так, как первый раз, с трепетом, с определённым волнением, с определённым пониманием, какая сила, какая жизнь сокрыта в этих символах. И мы будем скоро молиться. Я ещё приведу пример. И хотел бы сказать то, что вот тогда, когда мы будем молиться, позвольте Богу освободить ваше сердце. Позвольте Богу оправдать вашу жизнь. Благодаря Его крови. Это даётся даром. Не нужно делать никаких великих дел, великих вещей перед Богом, чтобы стать чистым в своей жизни. Чтобы быть деревом, которое приносит плоды в своё время. Чтобы быть Божьим человеком, который полезен в Божьем Царстве. Чтобы быть деревом, которое окружает Божьи потоки. Библия говорит то, что из чрева почкут реки воды живой. И это происходит тогда, когда я чист перед Ним. Тогда, когда я позволяю Ему работать с моим сердцем. Тогда, когда я позволяю Ему очищать моё сердце. Да, я совершаю какие-то проступки. Я несовершенен и могу спотыкаться. Но Библия говорит то, что праведник семь раз упадёт и встанет. И встанет он именно по той причине, что он приходит к Нему и говорит, Господь, очисти меня вновь. Не по бодрству. Оправдай меня своей кровью. Тогда, когда он приходит и омывает нас своей кровью. Я оправдан. Это покрывало, оно свидетельствует вокруг всех, то, что теперь ты оправдана перед всеми. Теперь ты чиста. И никто не может сказать что-то клеветное на тебя и на эту ситуацию. Я открою Иоанна. Это будет восьмая глава. Я всю историю не буду читать. Это про блудницу, которую привели книжники и фарисеи к Иисусу. Я прочитаю седьмого стиха. «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха? Первый брось на нее камень. И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус, и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи?» Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди, и впредь не греши. Теперь ты оправдана мной». Я хочу, чтобы вот эта история, она была очень сильной иллюстрацией того, как Иисус относится к людям, которые приходят к Нему и склоняются. Как Иисус относится к грешнику, который приходит и открывает свое сердце. И заметьте, теперь она оправдана не просто только перед Иисусом, она оправдана перед книжниками и фарисеями. И свидетельство того, что она оправдана перед всеми, было то, что они стали уходить один за другим. И я думаю то, что впоследствии они не упрекали ее. Впоследствии они не докучали ее. И впоследствии не хотели ее побить камнями, потому что Иисус оправдал ее. Он сказал, «Иди, и впредь не греши. Теперь я стал за тебя горою. Моя жертва и моя кровь, она омыла тебя и оправдала тебя». Последний стих, «Я открою к евреям». Посему и мы, имея вокруг 12 глава 1 стих, «Такое облако свидетелей свернем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший пострамление и воссел одесную престолу Божия, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Я могу сбросить в себя бремя и всякий грех тогда, когда я обращусь к нему. Тогда, когда я посмотрю на него, если я буду смотреть вокруг себя, буду смотреть, не узнал ли кто о моих тайных сердечных помыслах, если я буду думать о том, не узнал ли кто о моей жизни, я никогда не смогу быть свободным. Но тогда, когда я посмотрю на него, тогда, когда я взираю на него, он говорит то, что он, будучи верен и праведен, еще один стих, который Библия говорит, когда мы исповедуем ему свои грехи. Это 1 Иоанна написано, то он, будучи первым верным и праведен, прощает нам наши грехи, очищает нас от всякой неправды. И Кремлина, 8 глава, написаны такие стихи. Итак, нет ныне никого осуждения тем, тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И я хочу на 1 стих обратить внимание. Итак, нет ныне никого осуждения тем, кем, кому, кто не имеет осуждения в своей жизни, кто не имеет тяжесть в своем сердце, кто не имеет определенная скованность в своем сердце. Те, кто живут теперь не по плоти, но по духу. Потому что закон жизни духа освободил их от греха и смерти. Давайте мы встанем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok